Как мы знаем из прошлого фильма, Ньюсера был весьма популярным и успешным царем, который занимался не только своей пирамидой и другими пирамидными комплексами, но и построил солнечный храм, единственные чьи руины сохранились до наших дней. Пик солнечного культа пришелся именно на период его правления. Известно, что в эпоху солнечных фараонов V династии у некоторых были сложности с переходами власти от одних царей к другим. Возможно, что под конец правления Ньюсера снова пошло что-то не так. Сегодня в нашем фильме речь пойдет о его преемнике, фараоне Менкаухоре. Несмотря на то, что до сих пор его родство по отношению к предшественнику не подтверждено, некоторые исследователи считают его сыном Ньюсера и законным преемником. Имя Менкаухор означает «вечный, подобно душам Хора». Менкаухор царствовал около восьми лет, но о периоде его правления сохранилось очень мало свидетельств. Наряду Шепсескара он является одним из малоизвестных правителей Древнего Царства. При этом имя царя сохранилось во всех основных списках фараонов и было хорошо засвидетельствовано в титулах жрецов и чиновников V династии, а также в названиях сельскохозяйственных угодий, связанных с его погребальным культом. Каменные сосуды и печати с его именем были обнаружены среди руин погребальных храмов Неферифра и Ньюсера, в семейном кладбище Джеткара на юге Сакары и в Гизехском Некрополе. Золотая цилиндрическая печать с именем Менкаухора в составе названия его пирамиды, вместе с серехом его преемника Джеткара, сейчас выставлена в Музей изящных искусств в Бостоне. Единственным известным событием времени правления Менкаухора является отправка экспедиции за медью и бирюзой на Синайский полуостров. Так что артефактов, связанных с седьмым правителем пятой династии, информации о нем сохранилось мало. Единственным изображением Менкаухора, дошедшим до наших дней, является незаконченная алебастровая статуэтка, на которой правитель восседает на троне. Она была обнаружена в тайнике времен позднего нового царства, под полом одного из помещений храма Птаха в Мемфисе. Что касается семьи Менкаухора, тогда подлинно неизвестно, были ли у него дети и как звали супругу фараона. Возможно, ею была царица Хуит или Мерисанх IV, у которой было два сына. Но сейчас нет никакой возможности установить, кто был их отцом – Менкаухор или Джеткара Исесси. И также нет никаких доказательств ни за, ни против версии о том, что преемник Менкаухора Джеткара был его сыном. И если пирамиды его предшественников вы можете увидеть из иллюминатора самолета, направляясь из Каира в Луксор или Асуан, то очертания руин сооружений Менкаухора не каждый найдет и на карте. Из сохранившихся надписей известно, что Менкаухор занимался возведением пирамиды, которая имела название Нечер Суд, Святые Места и Солнечного Храма Ахет Ра, что значит Горизонт Ра. Расположение солярного святилища до сих пор неизвестно. Возможно, из-за короткого срока правления храм Солнца остался незавершенным на ранней стадии строительства. С другой же стороны, данный храм упомянут в титулах жрецов, отправляющих культ в нем, а также на отисках печатей. Менкаухор, видимо, был последним властителем, который приказал соорудить такую солнечную святыню. Несколько административных документов Абусирского архива указывают, что погребальный культ Менкаухора продолжал отправляться после его смерти. Значит, пирамиду он, вероятно, закончил. Что касается идентификации его усыпальницы, то ситуация куда интереснее. Руины незавершенной пирамиды на севере Абусира принимались во внимание как сооружение этого правителя. Но исследования показали, что ее начал возводить и забросил на ранней стадии Шепсескара, который недолго царствовал между правлениями царей Неферирикара и Нюссера. Еще одним кандидатом на поминальный комплекс Менкаухора рассматривалась пирамида Лепсуса под номером 50 в Дахшуре. Она, точнее то, что от нее осталось и сейчас скрыто под песком у дороги, находится в восточной красной пирамиды Снафру. Каких-либо находок, подтверждающих это предположение, нет. Косвенным основанием для такой идентификации может служить текст из декрета фараона Пеппи I, в котором указано, что пирамида Менкаухора находилась недалеко от пирамид Снафру. Однако, в последнее время этот текст интерпретируется иначе. Многочисленные находки керамики IV и V династии не указывают ни на какого царя. Так что 50-я пирамида Лепсиуса и незавершенное строение в Абусире не принадлежат Менкаухору. А мы не раз сталкивались с тем, что выбор нового места для строительства пирамиды, вступившим на престол царем, был связан с религиозными разногласиями и непростыми отношениями внутри самой семьи. Очень похоже на то, что такая ситуация случилась и при переходе власти к Менкаухору, который был ответственен за постройку солярного храма. Но его имена и титулы никак не были связаны с солнечным божеством. Это сказалось на его разрыве с Абусирским некрополем солнечных фараонов. Как мы знаем, такое строение, как пирамида, было не только усыпальницей, но и культовым центром, как в период возведения, так и после. Но где же именно находится или находилась пирамида Менкаухора, которая должна была быть выражением религиозной силы и мощи правителя? Многолетние исследования показывают, что Менкаухор покинул Абусир, некрополь предшественников, и вернулся в Саккару, где находится не только самая первая египетская пирамида, но и монумент основателя пятой династии Усеркафа. Перенесемся из Абусира в северную часть Саккары, немного южнее погребений царей первых двух династий. На самом краю пустынного плато, к востоку от пирамидного комплекса Тетти, фараона шестой династии, Карл Лепсиус нашел каменные развалины и обозначил их на своей карте как пирамида номер 29. Позднее Гастон Масперо нашел неповрежденную крышку саркофага и его фрагменты из голубовато-серого камня, а также гранитные обломки. Египтологи Лауэр, Леклан, Моржоглю и Ринальди позднее исследовали монументы и выяснили, что пирамида относится к концу древнего царства. Правда, при этом Марк Леннер считает, что ее владельцем был царь периода 10 династии Мерикара. Хозяина пирамиды можно идентифицировать по находкам, которые относятся непосредственно к царю и надписям, которые ее окружают. Тем не менее, есть ряд пирамид, которые не получается идентифицировать на 100%. Вот эта пирамида – одна из них. Местные жители ее прозвали Безглавой пирамидой. Никаких надписей с именем фараона на руинах данного погребения обнаружено не было. Но на основе структуры строения, материалов и находок, которые были типичными для эпохи V династии, и того факта, что Менкаухор является единственным фараоном V династии, чья пирамида не была идентифицирована, было сделано предварительное заключение об авторстве руин данного строения. Другие письменные источники указывают, что погребение Менкаухора находилось в северной Саккаре, недалеко от пирамиды Тети, и в ее непосредственной близости не было других пирамид V династии. Кроме того, дорога, которая связывала святилище Аписов с пристанью, проходила рядом, а то и поверх руин пирамиды Лепсиуса номер 29. И еще наблюдение большинству абусирских царских пирамид V династии свойственно вот такая кривизна коридора. Менкаухор – единственный фараон V династии, чья пирамида не была идентифицирована по находкам и надписям. Безглавая пирамида – единственные руины времен V-VI династии, также без каких-либо информационных данных. Так что на основе этого и многих косвенных признаков можно предположить, что безглавая пирамида была построена по велению Менкаухора фараона V династии. Оказавшись здесь, не сразу поймете, что тут была пирамида, примерно такая же, как соседние пирамиды царей V династии. Рядом не только гробницы древнего Египта, но и относительно современные постройки. Весь этот хаос из камней – то, что осталось от монумента, который долгое время был занесен песком. Снимки, сделанные с разницей в 7 лет, наглядно показывают, насколько быстро пески Ливийской пустыни заносят руины древних строений. Пирамида со стороной основания около 60 метров возвышалась на приличную высоту и являлась символом государства и воли правителя. Типичные пирамиды этой династии имеют высоту 40-50 метров. В этих руинах угадывается немного искривленный проход по оси север-юг. Два помещения располагались по оси запад-восток, а в западной части находился саркофаг. Такое Т-образное строение с двумя помещениями имеет многие пирамиды, начиная с монумента Джадефра в Абу-Руаш. Рабочие вырубали в скальной породе котлован Т-образной формы. Потом выкладывали блоками из турского известняка коридоры и помещения. Сверху возводили строение из небольших, грубо обтесанных блоков, после чего покрывали плитами турского известняка. После смерти фараона коридор, ведущий в его покои, перекрывался массивными плитами. Гранитные обломки – это все, что осталось от порт-кулисы, запирающей системы усыпальницы. Почему пирамиды этой династии превратились в малопохожие на архитектурные строения холмы, я рассказывал в прошлых фильмах о фараонах пятой династии. Еще интересное наблюдение. Пирамида расположена вот на такой кривой оси, которая соединяет пирамиды Сихинхета, Унаса, Джосера, Усеркафа и Теттия. Совпадение? Ну, может быть. В начале 2000-х этот комплекс вновь стали исследовать. Археологи за полтора года сняли несколько метров песка и обломков. И в 2008 году Захихавас продемонстрировал миру чудом сохранившуюся крышку саркофага из мелкокристаллического серого песчаника. Она представляет особый интерес, так как в отличие от саркофага, от которого осталось лишь несколько обломков, сохранилась неповрежденной и имеет ряд следов обработки камня. Причем для той эпохи весьма достойного уровня древних мастеров. Крышка в перевернутом виде покоится на том же месте, где и была найдена археологами, среди фрагментов саркофага. Почему так получилось, можно высказывать разные версии, но мы пока не знаем, какие здесь кипели страсти, которые касались разрушения, осквернения или ограбления монумента. Немоглики приводили крышку саркофага в качестве примера невероятной идеальной обработки, которая недоступна не только древним египтянам, но и современным технарям. А значит, эту крышку соорудили какие-то боги по неведомым человеку 21 века технологиям. Но если присмотреться, то грани артефакта не такие уж и ровные. На поверхности песчаника следы, которые указывают на простую технологию обработки твердых пород камня с применением абразива. На обратной стороне крышки мы видим просверленные пазы для фиксации саркофагом. О древнем методе сверления, о котором я знаю не понаслышке, придется повторяться из фильма в фильм. Такие отверстия, такие следы не являются свидетельством использования суперсверла, которое входило в гранит, как нож в масло. Древние находки, будь то рисунки или керны, и современные эксперименты говорят лишь о примитивном методе сверления. Такое отверстие можно получить при помощи медной трубки абразива, воды, незатейливой конструкции и людской силы вкупе с умением и опытом, как во времена фараонов, так и в ходе современного эксперимента. Поэтому все версии о неземном происхождении таких отверстий основаны исключительно на невежестве и незнании материала. А мы не можем однозначно сказать, была ли пирамида достроена до конца, и если да, то по каким причинам впоследствии оказалась полностью разрушена. Не исключен вариант, что Минкаухор не успел завершить монумент до своей смерти. Чтобы разобраться в этом, перенесемся с западней пирамиды примерно на километр. Руководствуясь текстом историка Старабона, французский египтолог Эбис Мариетт искал Серапеум, некрополь быков-аписов, зная, что в древности к нему вела аллея сфинксов. Скорее всего, она выглядела вот так. На снимках двухкилометровая аллея, которая соединяет два огромных храмовых комплекса в городе Луксор. Вскоре, найдя несколько статуй, археолог обнаружил и местонахождение знаменитого Серапеума. Интересен тот факт, что спустя века после царствования героя нашего фильма, во времена Птолемеев на территории комплекса пирамиды Минкаухора возведут культовые постройки, а процессионная дорога будет связывать берег Нила и знаменитое святилище Аписов. Значит, к этому времени пирамида более чем, вероятно, уже лежала в руинах. Некоторые ее блоки будут повторно использованы при возведении Серапеума и прочих сакарских построек. Но, как говорило ранее, некоторые документы из архивов Абусира свидетельствуют о том, что погребальный пирамидный культ продолжал отправляться и после смерти Минкаухора, а значит, он, вероятно, успел завершить свою пирамиду. Так что есть над чем поломать голову. Теперь о втором сооружении Минкаухора. Местонахождение его солнечного храма, который носил название Горизонт Ра, до сих пор неизвестно. Храм упомянут в титулах нескольких жрецов, служителей солярного культа, а также на отиске печати, найденном в Абусирской гробнице царенной Хамерер-Непте. Мы не знаем, был ли завершен храм и как долго функционировал, но ясно одно, что Минкаухор был последним властителем, который приказал соорудить солярное святилище. Его преемники, последние цари пятой династии Джеткара и Унос, отказались от этой практики, поскольку культ Осириса постепенно стал вытеснять поклонение богу Ра. Культ почившего Минкаухора пользовался большим почетом, для которого выделялись государственные земли. Известны названия по крайней мере семи владений Минкаухора. Они происходят из гробниц Сакары, Абусира и Гизы. Звучат они примерно так. Образ Минкаухора идеален, благосклонность Минкаухора или сишат любит Минкаухора. Персонифицированные изображения сельскохозяйственных владений фараона изображены приносящими подношения на стенах моста по этих жрецов. Из текстов мы также знаем, что погребальный культ Минкаухора, сосредоточенный на комплексе его пирамиды, просуществовал 150 лет до второй половины шестой династии. Припасы и изделия для этого культа производились во владениях Минкаухора, основанных еще при его жизни, и доставлялись жрецам в солнечные и погребальные храмы. В период нового царства культ правителя пятой династии возродился снова. Минкаухор был обожествлен как местный бог некрополис Сакара и заступник умерших. Сильный властелин двуземель Минкаухор оправданный. Об этом культе свидетельствуют рельефы, изображающие Минкаухора в сакарских гробницах ремесленников, ювелиров и врачей во времена правления Тутанхамона, Эя и Харимхеба. В сакарских гробницах времен Ремесидов были обнаружены рельефы, изображающие Минкаухора с другими обожественными царями Древнего царства Джосером, Снафру, Минкаура, Усеркафом, Тети, Пепи II и Неферкара. На рельефах сцены поклонения владельца гробницы этим фараонам. Сохранение культа Минкаухора в период Нового царства, вероятно, является результатом расположения его пирамиды, стоявшей на пути от реки к некрополю быков Аписов, в котором стали хоронить священных животных и проводить культы при Аминхотепе III. Остаются вопросы, почему от пирамиды почти ничего не осталось, в то время как была найдена неповрежденная крышка саркофага, который, в отличие от саркофагов гизевских пирамид, был выполнен на высоком уровне. Сохранить пирамиду Минкаухора в целости до наших дней, она была бы похожа, например, на пирамиду Уноса или Тети, но без магических текстов на стенах погребальных камер, так как практика нанесения сакральных формул появится чуть позже. Мы не можем представить, как выглядел Минкаухор, так как единственная найденная статуя правителя не была завершена. Нам неизвестен переход власти к следующему фараону V династии. Но, несмотря на небольшое количество информации, в этом фильме мы оживили призрачного фараона и невидимую пирамиду Сакарского некрополя. Спасибо за просмотр! Не забывайте следить за выходами новых фильмов. Если вдруг YouTube заблокирует, видео я буду выкладывать на Яндекс.Дзене, а новости в Телеграм-канале. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok